Дорогие друзья, мы продолжаем изучение беседы Бабического Рэбе понедельным главам. И сегодня мы учим беседу, которая называется Рацо без шов. Рацо это стремление ввысь к святости, а шов это стремление принести святость в этот мир, спустить ее в материальный мир. И эта беседа будет посвящена шабату Агадой, шабату перед Песахом. Как основа берется тот случай происшествия с сыновьями Арона над Давом и Авиху, которые погибли служа Всевышнему. Которые хотели прилепиться к нему, приблизиться к нему. И им в вину, в одной из мнений, предъявляется то, что во-первых, они зашли в святая святых в неположенный момент. Во-вторых, у них не было подобающей одежды, одежды перосвященников, которые они должны были носить. И в-третьих, у них не было детей. Задается вопрос, как могли такие люди, как Адафа и Виу, про которых сказано, что они еще более святы и праведны, чем Моше и Арон, совершить ошибку. Любарический Ребе объясняет это так, что стремление к святости, стремление к любиться к Всевышнему, Родцову, может быть только с одной целью. С целью принесения святости в этот мир, освящения этого материального мира, улучшения его. Нельзя наслаждаться святостью просто ради наслаждения, оно должно иметь какую-то конечную цель, преобразование нашего мира. Наши мудрецы приводят один пример о том, что произошло с рабе Акиво и его друзьями Бен-Эзайо и Бен-Бос. Они, сказано, дошли до такого высокого уровня понимания Тора, что они зашли в Парнес, как бы, в райский сад, смогли подняться на большую высоту. Но один из них погиб, другой сошел с ума, и только рабе Акиво смог зайти с миром и выйти с миром. Спрашивается, почему? Потому что рабе Акиво сумел использовать свои знания на практике, и он понимал, что он должен обладать таким уровнем самоотречения, бетуля, чтобы, поднявшись на такую духовную высоту, использовать эту святость, эту божественную силу для того, чтобы спустить ее в этот мир, преобразовать этот мир. Именно поэтому у него получилось зайти в мир, зайти с миром в Пардес, на эту духовную высоту, и вернуться оттуда, с миром. Поэтому это также является указанием для нас, что изучать Тору, приближаясь к Всевышнему, мы не должны это делать только ради наслаждения, получая духовное удовольствие. А мы должны это делать для того, чтобы преобразовать этот мир, для того, чтобы иметь одежду, как одежду первого священника, одежда – это исполнение заповедей. И для того, чтобы иметь детей. Детей – это значит вести семейную жизнь, вести жизнь в этом материальном мире, содействовать с ней, приносить ту святость, которую мы получаем при изучении Торы, то вдохновение, которое мы получаем, учась у наших мудрецов, у наших учителей. И эту радость и чувство понимания того, что мы изучаем, приносить в наш мир, на наше рабочее место, в наше отношение с нашими родными, с нашими детьми, с нашими женами и мужьями. Для того, чтобы переносить эту святость, этот свет, который мы получаем при изучении Торы, и эти устои, в наши деловые отношения, в наши отношения с нашими деловыми партнерами, с нашими сотрудниками, с нашими клиентами, со всеми людьми, с которыми мы соприкасаемся в нашей жизни, и также, и тем самым, улучшать наш мир, наше окружение, наш материальный мир. Ведь это же является конечной целью нашего мироздания, потому что Всевышний созвал этот мир и нас взял в свои компаньоны, чтобы мы продолжали, содействовали, помогали ему сделать этот мир уютным жилищем для самого Всевышнего, таким приятным, уютным местом, где сам Всевышний будет чувствовать себя, как дома. Замечательного нового месяца, не сам, хорошей недели, успехов и всех благословений!